враг вину раз что-то зазвенело да вот так стекляшка смотрю меня зуб пол зуба нет да они стали тупо крошиться позже в ролике покажу вам свой рот вы посмотрите я думаю после этого точно будет курить зубы выпадает конкретно ну я но девушек это не смущало даже классный я смотрю фото и один в один какое у меня пятно в том же самом месте рядом гландовые вот эти как их галанты там этих пазухи или как пятно ра горло второй степени друзья потом когда вам станет 40 лет и вы уже будете задумываться сколько мне осталось жить день зачем ждать чтобы если вы еще молодые здоровые крепкие да и ваше будущее вот я смотрю мне пришла смс 1000 рублей друзья и жизнь моей мамы ну и там я не знаю блок сигарет на эту тысячу нужно друзья как вы считаете вообще блок сигареты и жизнь мамы это сопоставимо хотели бы вы вот так вот жизнь своей мамы променять на блок сигарет на этот случай несчастным здравствуйте уважаем подписчики ребята и девчата с вами канала по на это видео как и все видео направлены против пропаганды наркотических веществ тут рассказывается история обычных людей чтобы уберечь других людей от подобных историй сегодня в гостях нас посетил российский рэпер жека жека расскажи сам пожалуйста представь потому что столько выражений я сам не запомнил аппарат давай сначала краба очень хотел тебя увидеть она будет и игорь как два брата близнеца только ты постарше игорь помог братья гене смотрю вот друзья я просто немного даже у меня ударить и пропал потому что я не ожидал что я здесь окажусь вот я да я прошлом хип-хоп исполнитель где-то середина двухтысячных годов начала можно сказать так дедушка хип-хопа российского андеграунд рэпа друзья я сейчас youtube джека блогер джека а если вы захотите послушать треки найти в интернете а вы можете набрать фейска веке mc юджин уважаемые подписчики просто к нам джека сегодня пришел с очень тяжелый наболевший проблемы 8 у него подозрения на рак гортани по-другому рак горло и все это у него благодаря тому что он очень часто употреблял по много-много сигарет никотин вейп друзья 20 лет почти вот курю я из них 20 лет сигареты обычные данные бывает и не только сигареты курю и необычных море джека подробно ты его потребит в данный момент я не употребляю ничего запрещенного к вообще в сфере наркотиков у тебя какой стаж я не в зависимости но употреблял я где-то пару лет давай так джека а когда ты первый раз узнал что у тебя появились боли в горле или как это вообще все проявилось слушая пара за один прекрасный вечер мне становится плохо я включаю воду на кухне и вот слышу шум воды у меня начинает смыкаться гортань горло я не знаю я не хирург не лор не врач как это вам про правильно так грамотно на вас нанести друзья вот но я у меня дикая паника знаете вот как наверное под солями бывает когда вот человек просто теряется он боится всего он просто стоит надрачивают смотрит глазок у меня реальная паника была я слышу как вода капает капает вода из крана то есть кап 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 я это слышу у меня с каждым кап кап у меня больше 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 смыкается гортань я думаю сейчас я водички попью на это конь простуда и меня отпустит вот начиная пить воду я понимаю что вода у меня ее глотаю но она у меня где-то застревает в глотке я не могу ее просто проглотить я начинаю захлебываться как вы знаете когда хлебной крошкой подавился человек да ему плохо друзья и у меня паника как бы то что вот я сейчас вздохнуть ну к паника ну ты какие-то боли испытывал что-нибудь как колола резала или как такого ни разу в жизни не было да у меня сразу такие вот мысли то что это это что-то ненормальное поведя а потом ты ты как-то обратился к врачам сходил узнал чуть это когда я вызывал скорую приехала скорая они отказались меня забирать то есть говорят у вас наверное обычная простуда ответил тем что если вы меня не заберете пишите тогда расписку если с утра меня вернее мое тело холодное будет как бы приедет полиция описывать труп увидит на столе вот эту вашу бумагу вот и все вопросы будут вам меня забрали в больницу то есть там при поселке за как друзья как это правильно называется это больница в деревне да говоря я там меня короче там главврач он пьяный медсестры пьяные закрылись меня оставили в общем коридоре где-то по первую ночь была игра пьяным нет пьяная была медсестра и главврач они мне говорят что ты к нам вообще приехал у тебя все хорошо реально друзья я уже реально не могу дышать кстати подумали сначала то что столбняк поскольку у меня на год была пропущена прививка от столбняка то есть ее раз 10 лет делают а почему потому что когда у меня шеи начались какие проблемы у меня стал сводить кисти рук друзья если вы не знали столбняк он как выражается у вас начинает сводить вот эти вот мышцы шейные вот эти вот кисти рук так скажем да от локтя до запястья но сами пальцы у вас не будет сводить именно вот эта часть и икры вот под ногами вот вот икры то есть такие вот схватки да вот так вот когда может вы плавали или у вас там перед а во сне ноги сводила руки вот и шеи вот эти вот мышцы шейные тапец здесь тема какая я не мог глотать я не мог нормально дышать плюс сердечко перенес на этом мы наверное с тобой в другом видеоролике за которые планировали о клинической смерти я расскажу когда была клиническая смерть все разошлось про клиническую смерть человек хочет рассказать про клиническую смерть от употребление видео когда человек тело не жило сколько у тебя минут тело не жило клиническая смерть это остановка сердце я не засекал сколько минут я могу только ощущение рассказать вот про эти ощущения мы можем вам поведать на другом канале которая откроется у мухи 8 названием еще не придумали но это будет вестись передача в плане паранормального это потом мы расскажем сейчас суть идет о том чтобы уберечь наших подписчиков которые часто курят от этой беды чтобы они ну есть такие люди которым я рассказал твою историю да вот две девушки я им рассказал они тоже из подписчиков и сейчас мы на спор с ними уже бросаем курить я вот ну вчера я курил 7 сигарет да я начал курить после того как брата не стало я на нервиках был и сейчас вот когда я услышал же куда я с ним общался до этого пообщался рассказал еще двум подписчицам они какая ужасная история ну конечно ужасно у человека он живет как бы одним днем он не знает что завтра произойдет потому что врачи долго-долго тянут вот это все анализы потом а какой-то момент у него денег нет а где-то врачи платные также получается да конечно в итоге если это запустить рак горло я знал одного человека который умер от рака горло ну правда он не бросил курить и он немного пил ну чтобы смягчить боль в горле как он описывал он не мог проглотить кусочки еды просто не мог вот и поэтому мы вам рассказываем чтобы уберечь людей которые думают вот о никотине ну не они пора ли завязать с этим делом потому что это не первый человек у которого рак горло по-другому я могу рассказать вот сейчас вместе все нормально у врачей да у него просто вырежут связки в горле человек молодой молодые связки гортань кадык ну гортань ну там ну ты я знаю короче у одного актера вырезали тоже внутри трубочка на себе показывают и у него потом дырка будет в горле он будет рассказать вот разговариваю гармошку шипеть он будет шипеть чисто но если он будет нажимать на эту дырочку а это будет так неудобно тогда он сможет разговаривать не на дырочку друзья прикладывайте сюда электронная такая шняга типа гармошки прикладывать и у вас электронный голос также вы можете дыханием нужно разговаривать это наблюдали вот это все благодаря никотину в основном но тот нарк актер мы как выяснили мы общались тоже это который напарнику не знает хорошо он общался тот еще перед сценками в театре он успевал короче по три-четыре коктейля бахнуть какие-то таблетки туда добавлял но он горло посадил не только из-за сигарет еще плюс вот это кстати вот видите выпивание частых коктейлей да вот употребление сигарет как влияет на раковые онкологические болезни вот как проявляем только к человек или я думаю любого алкоголя друзья я кстати так и не бросил курить на самом деле это очень тяжело жека кстати а со скотки лет ты начал курить но началось у меня это со школы с девятого класса когда я кстати друзья я был в классе белые вороны меня не любили и друзей у меня почти не было может сказать не было фамилия у меня гусев было сейчас мы немножко другая фамилия не буду я озвучивать как в электронике гусь гусь там это у меня это очень обижала как бы поэтому я друзья особенно не было вот именно перемене постоянно получал подзатыльники от сверстников которые там более такие песку пескультурники были более спортивные покрепче и вот как бы я тоже не дохлый был да но не такой конечно вот ладно друзья играет покури там ну пару тяг сделает тебе понравится нет нет короче где то я там пару месяцев отнекивался от них отмахивался то что я я там находил качалку занимался да там карате но все-таки я решил до чтобы не выделяться из класса я решил вот и одну перемену вторую перемену в итоге но грубо говоря это у меня получается девятый класс друзья сколько не было лет лет 15-16 до вот этого возраста я сначала баловался перу первые там два-три года нет такой зависимости я там когда выпью в компании в основном да там хочется себя взрослого покорчить для там быстрее там не знаю щетина там пару волосков еще тогда было я там бы и брил их все равно в итоге сейчас день проклинаю по что меня такая борода бывает густая что и пару дней у меня уже такая как у моджахеда борода вот если нарушил немножко дисбаланс кожи и вот это вот да кстати надо это молодежь прессу часто за брезе у вас рано очень первый пушок не надо его сбривать сразу можно до двух лет его держать потом ну чтоб потом вам не приходилось там каждый день некоторые бывают с утра и вечером броются у них такая борода вот у меня будет более-менее это потому что я вот пушок держал я сейчас могу там раз два-три дня побриться только потом начинает вырастать вот кстати вот советы дают сразу одновременно вы какие советы заметили то что уже в школе ты по советам друзей своего вот общества коллектива ты тоже пытаешься стать взрослым и начинаешь курить а стоит ли а стоит ли так поступать если человеку к сорока он уже стоит перед выбором жить или не жить операция не опираться анализы но у вас извините вот меня да спросил друзья вот меня человек спросил вообще там скольки лет вот и буквально лет наверное 12 а курил тупо сигареты его тогда конечно я покурил не только сигареты я не знаю можно говорить нет косяк травму косяк да косяк как у меня была подруга которая у нее был доступ такой к этому не знаю откуда кто и кто и это все дело угощал ее как бы вот она приходила угощала меня постоянно куривала в говнище вот при том как в итоге когда мы с ней перестали общаться алена кстати ки привет вот она мне сказал что тебя любила до гроба буду любить только на меня внимание не обращала я накуривала на халяву бесплатности а бабки не брала вот друзья я не знал что у меня оказывается из больших чувств меня травят курил в итоге я вот 12 лет употребления никотина я уже пересел на вы я решил слезть сигарет на электронную сигарету вот такие скажем так бумажных на электронные в итоге я стал и парить то есть и курить то есть друзья как он так правильно сказать у меня такой организм наверное у большинства из вас а может у меньшинства это будет лучше если у меньшинства любое там алкоголь наркотики там никотин те же легкие наркотики вот ты начинаешь принимать да там дозу человек принял ему все он там на пару часов все ходит ему он довольно ему кайфово да а у меня доз двойная во всем даже в букле то есть я не могу не могу я свою дозу вот эту вот ощутить то есть не надо хапнуть там до никотина там или там того же алкоголя два раза больше чем обычный человек да вот такой-то мне организм как бы я начал парить начал курить то есть я закуриваю сигарету друзья его куриваю меня все я понимаю организм насыщается никотином и потом я заливаю жижку в дрипку да ну кто из вас парить наш такой дрипка там или в бак в бочонок да я как бы целая коллекция дрипок и и баков вот и начинаю какую-нибудь фруктовую смесь запаривать да то есть и меня до тошноты друзья меня там хочется вливать да я все равно в себя это заливает никотин уже уже не сигарета уже свои пока и вот эта вся чушь то что вы сигарет слезете это я думаю меньшинство кто когда на электронику подсел бросил такие сигареты а потом и средства с электроники друзья если вы начнете парить это правильно так вот парить вы да как у себя в песне парим парим вот вы не только парить будете вы еще и курить не бросить его вы еще сервера горло заработаете о чем уверен потому что у меня пятно мне сначала врачи ставили диагноз ларингит то есть ларингит что еще у нас бывает с носом связанные с горлом гайморит 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 вот но нет пятно понимаете мне сначала выписывали горло полоскать потом говорят у тебя вы организм ослабленный чтобы вахтовик питаюсь не очень правильно там молочница бывает проскакивает вот это молочница ладно от нее я тоже там на полтора на полторы тысячи наших деревянных российских рублей я выпил лекарства вот она меня прошла но от пятно осталось в итоге друзья уже четыре месяца хожу с этим пятном 5 не беспокоит она меня не болит она меня только увеличивается у меня больше 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 где вот гланда рядом то есть белая такой вот атрофические язвы если правильно говорить вот она не воняет не гниет по своей деревянной гаи постучу как у меня пуха там опилки у меня тоже наверное раз я вот друзья так запустил себя да чуть позже в ролике покажу вам свой рот свои зубы до которые у меня уже последние наверное лет семь летят то есть я уже по зубным последние пару лет не хожу потому что ну я хочу нафиг подергать я все импланты начал делать вот я наноси везде если я живой кстати хотел бы да вот заметить человек просто поет рэпом занимается почитаю рэп если правило вот видите воды ну и пою ну ну из-за этого всего вот этих как он говорит в парах до сигарет алкоголя и так далее да там и так далее вы поняли про чё у него начали выпадать зубы вот поэтому он хочет импланты потому что он неплохо по это слышал его начинающие песни и хочет продолжать свою скажем так не начинающую друзья четыре альбома по нас нет я начинал тогда много лет назад начинал то моих песен не слышал боли ты мне скидывал ролики а но это ролик уже сколько лет ему но ему лет 7 наверно читал я 20 лет усеи они тогда ли гуф начинал поднимать не в услугу лет на 10 если не больше через три года посевов друзья группы я не как сказать не то что не уважаю наверно так как личность до его уважаю он много добился давно многого он не из богатой семьи да и вылез до все-таки вылез но я не уважаю за то что он пропагандирует он даже вот последних своих альбомах говорил то что я вот больше наркотики не пропагандирую я за здоровый образ жизни сам придерживается хотя верить тоже знаете как бы на слово человеку тоже мы же не знаем что закатом творится но я вам хочу одно сказать то что человек в треках своих старых по крайней мере это про алексея долматова говорю гуф никнейм у него да ака гуф он к наркотикам людей как бы ну пропаганда идет наркотиков то что там может слышу его альбом город дорог там что такое вот ладно мы не огурцы пришли вот я заметьте это не я сказал о поэтому это не рекламе и не 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 пиар не реклама чтоб известно чего чего рекламировали я не знаю наверно вырезать придется или оставить да мне кажется прикольно это посмотри сам там как не будет качать оставишь не будет вот друзья поэтому не партии ты давай люди хотят бросить курить так что друзья не курите и тем более не партии не думайте не верьте в то вот в этих всех продавцов зазывала их называю до которые вам говорят вот возьми электронную сигарету так меня видно ты слезешь с такого никотина с обычных сигарет и будешь и будешь парить а потом бросишь и парить и будешь там я не знаю турникменом друзья не верьте это все полная лажа я вот вам вот это единица может быть я не спорю единицы но большинство как я считаю большинством и парят и курят у меня жижик там море у меня там видов наверное видов 30 всяких вкусных американских россию я не очень люблю посмотрите сигареты гиперактивный рэпер попался ну вот но нет а с другой стороны только не раз там он даже вот я только он забыл рассказать год рождения как родился как появился на свете я просто прям так слезах друзья вам промокли на куда пост ведет всю жизнь рассказал свою историю но хотя прям а самое главное основное он зацепил он зацепил даже те вопросы которые я хотел ему задать он уже на них автоматически ответил за скольки лет вот когда вот не стоит не начинать в школе кой не стоит начинать друзья не ведитесь да вот есть такие подростки до когда вас склоняться ни в коем такие вы взрослые люди вот поверьте вы не взрослые люди вы такие же не надо не надо вот я взрослый человек я хочу стать ребенком обратно не спешите в этот взрослый мир конечно имейте свою свой свой мир свою башню на этих вот ключах вам же голова не просто того чтобы ее носить дано да там а чтобы еще и думать то по нас правильные вещи говорит хотя за это можно не мне вот пацан пацан когда-то пацан описал елки-палки я не знаю какой 7 8 класс мы с ним общались просто вот вот я слышал ты бросил вот курить а как бросить вот советы да я с ним пообщался ему дал свои советы но дело не в это мне зацепило то что он рассказывал в классе у него только трое не курящих остальные все курящие девчонки кстати тоже куда-то больше да наше наше время чтобы девчонка да это было бутылка в руках а две девчонки курят но это как ну вот это и то есть такая стабильность но чтобы как в эти годы да вот сейчас там процентов 70 80 девчат курят это вообще а кстати да был такой момент еще когда вот девчата во дворе только когда мы начинали выпивать когда перепивали пацанов некоторых были такие боевые девчатки я был ну да в шоке но это было в наше время но их было мало а сейчас их очень много вот прислушивайтесь к этим советам не стоит это попадаться вот под советы вот этого общества ваших друзей друзья ходите спортзал занимайтесь спортом там пусть не в качалку там гонят на карате кикбоксинг неважно да там скоскейте катайтесь играйте в баскетбол там я не с танцами в конце концов но не начинайте в эту отраву принимать потому что это ну никаким все знают это легкий наркотик с этого наркотика вы будете уже более тяжелые а сейчас наркоту в принципе достать его на улице подходит предлагает хочешь попробовать как бы да вот в принципе я общался над компании по по юности да когда любой наркотик я пробовал и каин я дорожку да я пробовал и дурь да грубо говорить а дурь называлась девяностые двухтысячные там начала там конец девяностых дурь говно про негров афроамериканцев вот эти вот фильмы друзья были когда вот там косяк такой даун толстый кайфу и дай ну вот пытались там подражать читали рэп да вот слушать черную музыку да за что от бритоголовых получали по кумполу в переходах метро вот это же там когда там бывало там кто-то угостит там кофе ком да потом дорожка потом дорожка друзья слава богу по вене ни разу в жизни ни разу жизни по вене не пускал когда когда-то рыб читает ну прикольная манера общения да она точно это а по нас воповение никогда не пускал вот я просто друзья я боюсь вот этих вот когда и уколов дашка крови хочу же хожу сдавать аут отворачиваем поэтому а так я думаю меня бы это не остановило да просто видимо меня все-таки у меня есть он ангел-хранитель да с одной стороны ангел-хранитель с другой говорится без дьявол да как у стима в песне кто-то ангел и без но это не знаю кто у меня ангел и без меня думаю больше ангел давал мне как бы меня не давала предостерегал чтобы я с этой дури да там те же тамины таблетки бы не подсел он тут от более тяжелая не пускал по вене себе там не бахался как бы вот да вот поэтому но я не очень уже уже сколько уже больше 15 лет я даже но не буду грешить там пару лет назад может косяк там я ну не косяк там гарик да там я был у меня до грешок за мной был там пару раза в компании там я гаррисона как бы поподпила да вот что-то более тяжелое да как бы это то что потом надо быть полным уеда что там по себе тело портить делать дырки в себе да ну а вы вы еще не знаете до этого пять дней назад мы с ним как пообщались я тогда пообщался с двумя девчатами тоже с подписчиками возможно вы уже меня смотрите и в общем я им рассказал вот эту историю про жеку как он не рассказывал я писал то же самое им им тоже реально захотелось бросить курить так вот одна девчонка уже бросила на третий день а вот с другой девчонка тяжело сейчас удается нам обоим бросить и мы решили с того дня по одной сигарете убавлять сегодня у меня норма 5 дней вот 5 дней пообщались сегодня у меня норма 5 сигарет вот не я тоже я же бросал до этого декабре вот но я бы советовал земля по нас знаешь вот ты в принципе все правильно говоришь на бросать надо сразу бросать вот из этой нормы 5 сигарет ты потом опять начнешь я знаю это но просто сейчас я хочу поддержать эту девушку я в декабре сразу бросил сразу бросил и все я так не получалось нет у меня я сразу бросил на следующий день меня так жаба давила короче а в итоге взял маленький бычок и выкурил до за весь день но на на второй день уже когда это но я просто себе внушил что сигареты это просто вреду злой вы же вредная привычка знаете вот вредная привычка семечки еще к это не семечки щелкать вкусная привычка но в неположенных местах щелкать семечки или плеваться где-нибудь неположенных местах вредная привычка просто я у себя убедил внушил себе что сигареты такая же вредная привычка как плеваться где-то в общественных местах и мне на второй день не захотелось уже попробовать я просто когда мысля пошла к этому поступать а не закурить лиц я такой то вредная привычка для меня это легко и вы тоже так же представляете и она реально легко становится и не охота но правда я какое-то время это отдел семечки щелкал конфеты вот эти и глицин таблетки купил но это дня три я употреблял глицин а потом так и остался вагончике там на вахте все вот сразу бросил а сейчас просто мы с этой девчонкой это как-то еще это прикольно да а давай давай когда вот видите одному тяжело бросить а когда вот вдвоем троем вместе там поддержка идет и мы как бы у нас поддержка друг друга мы каждый раз пишем переписываемся ты там не на хулиганил а там личную сигарку не это мне еще две запасе нам и прикалывается не то так тоже прикольно поэтому друзья давайте поддерживаем этот ролик данный ролик до как который выйдет да наверное уже вышел раз вы смотрите благодаря вот этому замечательному человечеку человечащую большой буквы до хорошего я обещать человеку друзья и я на меня тоже подвесил так же как и на тех двух девчат реально захотелось бросить если бы не игорь покойный со своему небесное вы никогда этот ролик не увидели возможно из вас бы люди бы не бросили курить которые посмотрев это видео бросит это я думаю заслуга твоего брата да я знаю знаю потому что многие многие брат вот те кому кто со мной вот уже проводил интервью и еще много желающих которые хотят провести интервью они до этого общались некоторые не общались но хотели с братом провести интервью ну вот и поэтому они вот мне звонят пишут а давай с тобой проведем я давай давай я только за понимаете потому что вот лучшие вот ролики как и вот этот ролик будет попадать на канал муха 8 для того чтобы поддержать все видео которые сделал игорь муха 8 сделал чтобы они наверху были в рейтинге и чтобы новые люди могли заходить и благодаря ему бросать отказываться короче ну в общем бороться с этой зависимостью ну скажем так я читал комментарии друзья на канале игоря и на канале апанаса читал тоже комментарии и многие люди пишут это когда уже игорь ушел от нас с вами то что друзья заметьте очень они похожи даже внешне да и просто похоже гены да ну и все так просто не просто в этой жизни ничего не бывает не но когда люди живут в одной семье ну конечно они перенимают привычки друг у друга повадки там потому что выросли с одного гнезда в один дошок один да и брали с кого примеры было ну понятно дело это но это у всех так это нормально кстати вот уважаемые подписчики ребята и девчата хочу еще один важный вопрос задать джеки ты расскажи им вот расскажи потому что многие хотят бросить вот вот благодаря таким историям они не бросают расскажи вот какую жопу ты чувствуешь вот ощущения какие ощущения мучительные ты испытываешь друзья вот вы когда-нибудь может давились рыбной косточкой для вас но не тоже давились до горле застревала где-то там да и пока вы хлебушка кусочек там черцева желательно отламывали проглатывали его тогда проскакивал он ее проталкивал вот у меня уже полгода помимо пятна которая до в горле которая меня настораживает и я был у лора у одного поликлинике правду государства 2 и все говорят то что да у тебя это от стоматита осложнения да чуть позже в ролике покажу вам свой рот вы посмотрите я думаю после этого точно будет курить что у меня зубами вообще что у меня во рту да заходите к нему на канале не 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 а сегодня покажу на то что мы решили да то что чтобы люди видели просто этот треш у тебя камера я смотрю достойная дать зеркалочка как бы я на телефон снимаю все знают а пока еще не обзавелся достойная камера моффи 8 игрка брат вот но все равно ну извините но то что пальцы жопой сравнивать как бы телефоны и вот оборудование да и просто видно будет друзья видно будет вот эта вся парашка которую у меня во рту карту за которые хочу просто подергать просто удалить чертям пусть я лучше буду с головами десна выходите обязательно я еще наверно воняет изо рта реально как бы но вот этот вот так у меня рядом не будет когда он будет вам рот показывать ты забыть числа сына конечно числа жевачку но все ладно нет когда будешь делать фото да я пожалуй вот это не фотку нет мы покажем видео просто нет видео я потом могу сделать фотку знала и на обложку друзья весь этот трэш до который у вас из-за никотина началось у меня кстати это в лет в 25 у меня у корней стали дырки появляться в зубах то есть ну корневой кариес если более так научно вот кровоточилась на как разобивал там кому поставят вот какой-то зуб не пас в итоге у меня остальные обламываться то есть стоит мечта там путь семечку там сухарик с пивом до раз чувствую что-то во рту у меня в рак вину раз что-то зазвенело да вот так стекляшка смотрю меня зуб пол зуба нет да они стали тупо крошиться я не знаю что у меня пеньки одни остались вот имплант импланты начал делать 250 тысяч я почти отдал ну вот еще коронки 150 у меня пока таких денег нет 4 зуба для людей на самом деле человек подсадил свой организм но витаминов не хватает в человеке не хватает чего-то это в крови белка жир да нет когда употребляю что это 3 4 почему вот у алкашей у наркоманов умные зубы выпадают ну по и конечно они иммунитет как сажает сколько в человеке не хватает того что было до защитной функции иммунитет ну вот и ну правда нет ну а есть такие конечно заядлые курильщики но видели да вот зубы у них коричневый вот от этого тоже очень сильно влияет зубы выпадает конкретно ну я но девушек это не смущало даже куни классный ладно ролик живой прикольный даже юмором ролик мы не будем прикольно посоветуйся сначала потом удаляй дайте говорю бомбовый ролик ты хочешь бомбовый ролик надо просто другому человеку слабого сказать а мне нет если девушка любить то просто зубы покаж я сделаю фотографию ее вставишь потом оставить фоновую фоновую обложку короче вот ничего доводит сигарета кстати у меня с правой стороны пацан путаю слева здесь у меня стали напухать лифу узлы то есть он не сначала один теперь уже вторую такую узелок я могу пощупать то есть потрогать принципе вот можешь потрогать не не хочу для брала шарик такой да вот я зашел в интернет а кстати я зашел сначала посмотрел что это пятно его друзья что вы думаете я знаете у меня как вот ковер вот представьте стоите на ковре у вас под ногу выдернули я смотрю фото и один в один как у меня пятно в том же самом месте рядом гландовые вот эти как их галанты там эти пазухи или как пятно рак горло второй степени друзья а кстати у меня еще голос вот вы слышите до хриплая в своем через каждый ролик говорю что у меня голос вы слышите садиться больно говорить до старая станет лечить я не знаю какая стадия я надеюсь что может вообще это правда у меня давить на врачи этот не раз давать она но по конечно но по фотографиям по фотографиям да это вот я увидел рак второй стадии вот еще друзья я стал последние недели 43 наверно до 3 сморкаться у меня сопли и сгустки крови в них меня родственники успокаивают говорят да это у тебя какой-то сосудик но извиняюсь ты уже месяц почти у меня уже идут уже начинает идти кровавые вот эти сопли ну и вот этот тон постоянно в горле как бы он у меня не проходит он меня беспокоит то есть я пока не поем какой-то твердой пищи он у меня не проходит у тебя может лимфоузел нарывает воды поем не твердой пищи апанасы и буквально тому не это надо ли что я кровь идет это у него все нарывает этот лимфоузел гноить я не знаю что это может мне недолго осталось но друзья но пусть я там еще лет сто проживу или может быть я там завтра там не проснусь давно я хочу что после этого ролика вы хотя бы задумывались на нужно ладно рак мы откинем сторону да надо ли вам вообще вот эти неудобства до постоянного тут камок в горле там я не знаю вот эти вот какие-то пятна вот это дискомфорт вообще нужен он вам да и как потом когда вам станет 40 лет и вы уже будете задумываться сколько мне осталось жить день зачем отдать на чтобы если вы еще молодые здоровые крепкие да и в вашей и будущее вот мутья такой скромник скромник я знаешь какой скромный я ух я потом ну я что-то это пока учусь быть скромным так вот друзья мы давайте вот так вот жить заниматься спортом вот так вот да из рок да там вот или там рэп да там вот но не будем вот эти бредные час не модно вообще-то в 90 и начало двухтысячных то модно когда девушка стояла сигарет на остановке ножку вперед до стоит как проститутка на сейчас это вот именно друзья проститутка сейчас это вообще не не актуально не не в тренде как участка уражения тут да не модно а вот это когда по утрам встаешь да такую говно во рту вот вот это вот это тоже я вот когда в барсалка лидера на свой каш пробовал на свой до такого же говно у сутра только это не от наслая от того что ты вот ну на свои внутри как карбит вот это разъедать там как кислота нет там же азот или чё или как моча я не знаю короче но я пробовал это не вот это вот это говно на гландых с утра да вот постоянно вот как когда корич и вот когда бросал себе тоже вот это тоже я себе напоминал самовнушение называется вот бля не как прекрасно сейчас встаешь у тебя нету этого говно у тебя есть маленькое говнецо небольшое говнецо вот потому что на рутом зубы чистить это обязательно не забывайте зубы чистить да а то зубы будут выпадать вот так вот я чищу зубы два раза иногда и три раза в день все равно друзья слушать он лет один раз я не поверю и один раз чищен суда встали покажи углу нить вот так и кистер до один раз друзья может хотя по нас может это от организма зависит не знаю но не от организм тоже бывает я знал одного человека у него зубы выпадали еще от внешней среды окружающей да там где-то радиация есть где-то азбест из ископаемый да еще бывает а климата тоже зависит у людей да нет и серьезная серьезно говорю потому что у одного человека вот он переехал просто одной области в другую да а погода другая разница у него зубы стали выпадать у другого он пил какую-то воду у него стали это много причин но вот никотин водкой и наркомании это это самая большая причина которая влияет на иммунитет человека да я не только зубы выпадает там жизнь пропадает друзья и вот из-за этой правильно сейчас а по нас он прям в точку сказал из-за этой главной причины одной друзья заметьте одна вот это самая такая жирная это сказал какашки вот вот это вот большая какашина корове такая лепеха да и за этой причины надо бросить все эти вы же смотрите наверное много вот паркур там турник мэн да там ребята на к девчонке там попку качают да не то чаще квартиру снимаю сейчас это на турник и бегу по утрам вот я раньше бегал и сейчас это то же самое буду делать поэтому а по нас эти в общаге как-то неудобно в общаге только отжиматься там есть под зал внизу но я хожу потому что он меня меня барабанить начал я вот сегодня взвешивался вот и уйгарка на веса кстати у него раньше сюда взвешивался 72 а недавно был 74 вот сейчас поэтому чтобы два килограмма скину за пару дней но это надо потому что когда ты бросаешь и предпочитаешь здоровый образ жизни надо чем-то заниматься ты знаешь бро я тебя пожелаю долгих лет жизни вредные привычки с ними вообще распрощаться отпустить хотя бы ну да просто там знаешь матушку потеряла нет по поиск попала то есть так ты с тобой это я вот по себе уже пять лет почти прошло умеет как вчера было и люди которые говорят друзья что если вы как кто-то из вас потерял близкого человека вам да что-то там год-два пройдет и это все забудешь нет не тот на всю жизнь да это такая рана да она всю жизнь может стать онкология она бывает еще на нервной почве я бывает там собой ходил разговаривал видите да сейчас у меня горло хрипло голос вернее хриплый то есть я уже до того дошло у меня что с матушкой ходил общался у меня халат вы можете моих роликах посмотреть на канале я запах его я уже не стирал его почти пять лет я приезжаю все домой а просто нюху мамой пахнет да иногда вот это вот пачка сигарета которые там стоит но от 60 до грубо говоря там да там 250 300 рублей да может стоить жизни вашего родственника я тогда у меня перевахтовка была между вахтами и у меня были продукты все я как-то вот я ждал аванса и я вот купил забил морозилку холодильник вот но сигарет у меня не было а матушка мне где-то два раза в месяц бывает мы с ней кстати друзья общались каждый день почти но там два раза в неделю она мне звонила спрашивала как у тебя там покушать что есть от любая мама до которая любит не у всех друзья конечно такая мама заботливая но я думал большинство из вас такая мама звонит мне дайкать как у тебя дела там что у тебя покушать есть а сынок ты куришь есть сигареты муж тебе плохо там на сигареты прислать друзья и мама мне говорит сынок может тебе прислать на пару пачек сигарет там денег или там те может быть тысячи вообще выслать может и продуктов возьмешь там тысячки прислать или мама у меня покушать есть принципе но если можно рублей 200 там 300 на я по там три пачки сигарет себе возьму по 100 рублей мне принципе хватит до аванса дожить хотя бы что-то курить будет я не буду ходить стрелять по улице друзья и вы знаете вот я до сих пор у меня вот эти вот ее слова в голове да как вчера это как наверно сегодня с утра это было мы с ней с утра общались сынок все не такая погода плохая может я завтра пойду тебе скину может и как-то вот перебьешь тому соседи сигарет стремнешь а вы знаете меня вот этот вот наркоманский не каким же от наркотики вот этот вот желание вот это курить курить я маму сходи сегодня я опрося думаю банк напротив дома ну что но погода плохая но две минуты она подойдет отправить деньги на карточку скинет и все я пойду там сигарете возьму вот и в друзья я тот момент должен был сказать что мам не надо погода плохая вот но так вот хороший любящий сын до оставайся дома сходишь там завтра или послезавтра я перебьюсь пойду там стрельну у соседей на улице у кого-нибудь стрельну сигарет а я друзья такая сволочь или маму сможешь ты сходишь вот друзья она пошла у нас поиск ходила в поселке в четыре часа дня в 16 00 она постоянно мне когда куда-то шла мы с ней просто даже общались говорилось у нет товарняк этот едет я сейчас пережду и пойду и в этот момент друзья она меня не перезвонила я заподозрил что-то не то я и стал вот звонить а у нее абонент не абонент она вот такая же была как я вот ла 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 сами по нас он заметил я болтун думал с подружками там часами могла по телефону общаться думаю телефон сел разрядился пока ко мне полиция не зашла вот это до москве находился дверь не позвонили я в коммуналке жил мне соседи говорят так то так то у тебя полиция мама я погибла друзья попала под поезд шла уже с банка мне я смотрю мне пришла смс тысяча рублей друзья и жизнь моей мамы ну и там я не знаю блок сигарет на эту тысячу нужно друзья как вы считаете вообще блок сигарет и жизнь мамы это сопоставимо хотели бы вы вот так вот жизнь моей мамы променять на блок сигарет на этот случай несчастным ты знаешь я не верю в случае моя вина нет и не должен себя винить в смерти своей мамки знаешь каждый человек когда теряет близкого родного можно сказать почти все но многие которые не отморожены они часто винят себя ты знаешь я отмороженную полос но это это неправильно твоя мамка бы она бы не хотел чтобы ты себя винил наверное друзья я все-таки наверное отмороженные на всю голову да раз я вот я мог сказать там матушки да там мам давай там завтра там каждый она в пургу ты же не знаешь где солому постели да никто же не знал по нас она в пургу понимаешь она пошла в пургу вот она так вот сынок сынок может осень так так не лень она бывает не обрабатывая это вот знаешь но это такие глупости вот как у меня организатор наркоману сигарет у юма вон у меня брат тоже про смерть постоянно спрашивал за две-три недели он цепи пансом с андреем со мной разговаривал я тут тогда не подумал хочу человек интересуется смертью а потом человека не стало а и теперь вот как бы я должен винить себя да а ведь он меня тогда спросил как ты переживал когда умер отец он меня спросил за две три недели как его не стало ну я же не мог узнать будущее и предсказать да у меня было чуть-чуть вина мол я должен был тогда догадаться ну как человек может догадаться смотреть будущее конечно он предотвратить такой и ты его предотвратил ты сказал нет мама не вздумайте понимаешь здесь туда здесь ты тут любой человек умирает все равно кто-то себя виновным считает а тот человек который умирать думаете что нужно понимать этот чек вот друзья мне вот это эсэмэска у меня уже телефон давно другой имею нет а чек этот у меня уже выцвел выцвели все чернила пожелала долгих лет и крепкого здоровья надо было вот эти сигареты у тебя как клеймо надо бы сразу их выкинуть тысяча рублей мне смотри а сколько лет прошло с того момента но пять лет почти а вот у тебя пятно появилась да но пятно у меня последние волоса в 9 это как проклятие надо было тогда уже обратить внимание да друзья вы знаете наверно до сигареты забрали жизнь моей матери получается и мою сейчас могут забрать если я но хотя можно можете надо был тогда уже задумать ты знаешь это как вот алкаш это нет это как знаки у колдунов шаманов там знаки бывают у каждого человека вот они объясняют есть знак просто эти знаки надо было будет видеть да например тогда у меня брат спрашивал про смертаться как ты переживала может он хотел поделиться своим чем-то я ему сказал я очень сильно переживал я бухала чуть не умер и он сразу тему разговора сменил понимаешь а если бы я сказал да нормально переживал ты чё я крепкий пацан может он бы что-то мне сказала понимаешь и сейчас я себя вот корю ну корил по крайней мере когда только потерял а потом со мной люди пообщались им это сказал они говорят тут нет твоей вины каждый человек считает вот себя виноватым смерти не твоим также как и нет но есть знаки вот это как будто был какой-то знак ты должен был задуматься вот но не все люди понимают знаки понимают там некоторые колдуны шаманы но не все же такие до провидца вот ты же не такой вот ну ты вот не знал вот и вот ты должен понимать ну что возможно это был знак теперь ты должен понимать у меня постоянно говорила кстати суров может не строить может тебе вот сейчас и никогда не поздно бросить еще куришь куришь пачка в день друзья вот видишь может сейчас стоит задуматься такой случай произошел весная мама сестра моей мамы двоюродная она не ругается кричит ли ты ты уже друзья я уже ну она не говорит весного тоже подыхаю что уже на карачки а ты все куришь туда я не могу я вот не я иногда себе кусок колбасы не возьму да там потом хлеба до комедия 100 рублей они у меня одни кошельки я думаю чем не взять покушать или покурить я бегу покупаю сигареты я доводный но я курю 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 как бы как у меня наверно столько уже организмом протравлен как торпотик привычка можно бороться это можно бросать вполне реально слушай мужики вот это вот тысячи рублей которая мне пришла да ну что друзья можно блок сигарета ну да бог сигарет нужно взять и жизнь моей мамы вот вы задумаетесь вы бы могли бы жизнь своей мамы или папы или брата или сестры и променять на блок сигарет даже пусть не на блок там на пару пачек не хватало пару потому что тебя и был этот знак предупреждения я не знаю я не знаю такой ценой такой может такой ценой может мамка не хотел чтобы ты курил она не хотела один у них задумался бы об этом вот понимаешь в том-то и дело вот мы так все люди созданы что мы пока петух как говорится в попку не клюнет жопку так клюнул клюнул да она уже не по сути то можете терять то ничего я не давали на 4 если у тебя там по картинке похоже на вторую стадию вторая стадия рака и она излечимая 3 даже лечится очень тяжело на лечиться 4 это жопа все человек просто мучает и ждет а иногда и просит знаешь уже к ты так красноречиво да вот ну реально как рейтер вот это все как будто читал рэп все так классно многие сказки шоу пропиались даже купить все так классно рассказал особенно когда затем тему вот эти знаки мама да вот это ну она реально каждый человек поймет по-разному но это но реально какой-то знак что человеку надо было бросить уже тогда курить а видите он не бросил уже даже дошло до рака но суть не в этом но раку меняющая по нас очень неизвестно неизвестно но мне не пророче не пророчивает это ты просто самый и беги елки к врачам нормально настой на своем сдать эти аналины по всем вот этим вот симптомам но вот меня узи друзья где делала обычно поликлинику очень хороших попался здесь он говорит то что ставит кути а широку младенца но по симптомам похоже на онкологию но лучше конечно наверное да я пойду не в обычную государственную да и государство должно лечить опять ты вернулся к этому это ты уже рассказал я уже родственников и я достал от меня выросли не тебе не чтобы ты также красноречиво рассказал людям дал совет завязать бросить и сказать друзья завязывайте курить бухать колоссы только улица там бахается на это модно было сейчас подойди прямо к вот покажу вас ждет только не пугайтесь как вы давно может сказать вот а ты можешь посвятить сюда немножко есть такой фанарик и вот передний покажет он пятно друзья вот здесь вот с правой стороны да посмотрите кстати а симпланты делали не доделала вот посмотрите какое пятно да я не знаю видно здесь нет ну в принципе у тебя крутой оборудование вот и бросайте курить бросайте вот так я камеру вот по сайте курить бухать вообще колодца шариат это вредно чуть-чуть джека ну давай напоследок чтобы ты пожелал подписчикам потому что я уверен посмотрев вот это видео да с твоим участием полно желающих будет бросить отказаться от никотиновой зависимости поверь я вот тоже бросаю и еще две девчонки со мной из подписчиков я поздравляю спасибо молодец да я давно хочу видишь вот друзья на самом деле че я посоветую мне если честно мне на вас на всех срать это ваша жизнь хотите там хоть бахайтесь как бы если у вас мозгов нет сейчас и вся какого-то святошу ставить и говорить вот я вам там советую не надо там вот это все вот это вот так это малышевые передачу да по первому каналу не собираюсь проводить вот я вам скажу так мне на вас рать всем на вас рать прохожим на вас рак кроме ваших родителей ваших близких там друзей родственников да нет наоборот родину друзья самих да и вас самих друзья вы хотя его своей жизни да если вы готовы вот ради вот этой вот привычки ради этого говна вот этой лепёхи корови так как мы выразились атор менять променять до так променять это все вот это вот эту пагубную привычку на вот это все что у вас есть ваше окружение да если вы готовы как я это да вот у меня матушка пошла там не денежку твину да не дошла до дома да может как я вот на вот это вот кубку ревода курёха вот эту я променяла жизни дорогого любимого и единственного да и без отца рос не мало 1 воспитывала вот как бы человека да если вы готовы друзья если вы готовы вот это вот все то что вас окружает да ваше окружение променять но тут вот гадость это ваших руках вот но говорит вам то что я там не знаю я там вас обожаю вас люблю там и вам запрещаю да не могу запретить да вы там я здесь да по разную сторону экрана вот но я я вам просто совет нет я тоже но я кто такой что пятом салоне советчик у него назови не советчик дай мне насрать он срать любит до срать я думаю кроме часа надо куда-то свою нужду за справлять да друзья друзья просто я хочу чтобы вы вы если вам на себя не насрать да сделайте себя выводы до этого я тебе слову даю а вот о чем не давать мне вот жаль что это правда я об этом узнал спустя если вам не кто-то когда-то когда мне было столько лет сколько вам вот были такие вообще ютубы раньше же компьютер не было раньше вообще себя вот это увидел когда-то я тогда бы еще задумался ведь это даже ходил на борьбу у меня были хорошие данные да а начал тут все подряд употреблять да ну и смотрите кем я стал но не семьи никола не 2 нормально и в итоге не вот просто мы к чему шли вот как человек меняется да вот да за год и 8 месяцев до я подтянул я не спорю где-то стал прибавлять на сейчас начну опять бегать как раньше вот на масло и вставать и отжиматься я люблю это дело в неделю пару раз просто чтобы подтянуть свою эту шкуру которая быть обвисла и ты можешь выходить на пляж вот вот так вот к такому будущему мы вас вам советую готовлю бросать и курить бросать и пить на хотя бы жевать из чем друзья эту шаурму и сок заглату да я еще зубы то сохранил ну правда у меня вставлено как питон знаете но он тоже вставит и будет нормально и петь начнет читать вот я тоже под гитару выучить на гитаре играть давно не играла лет десять не играл и вот опять я хочу освоить я все забыл вот ребят читать прикинь не забыл ну все ребята и девчата кстати я хотел бы сказать если вам понравилось это интервью с этим великим будущим блогерам жек и да вот вы пожалуйста пишите в комментариях потому что этот человек прошел клиническую смерть а как вы заметили он может интересно и красиво это описать и рассказать ты там много может рассказать интересно понимаете это целая мистика мы хотим же на канале помните я говорил у игорка это его мечта открыть канал про паранормальный вот как раз вот там бы было бы неплохо выслушать и жеку у нас уже есть желающих человек пять шесть которые хотят свои видосы но вы подождите всему свое время сейчас настроен все везде и запустим новый канал у игоря мухи 8 друзья москва не сразу строилась да вот поэтому спасибо что ты меня позвал да не очень приятно что да нормально было пообщаться вот пресс такими людьми общаться мне приходится даже молчать и все и не надо ничего придумать он сам все скажет и что я рад я довольны все короче с вами был жека заходите к нему на канал до свидания давайте друзья